Сегодня я расскажу вам о том, как играть с ботами. Этот режим позволяет вам играть в одиночку, либо когда у вас не хватает игроков и в этом случае за одного из големов играет искусственный интеллект. Что вам понадобится для игры? Так же как и в случае с обычными игроками, нам нужны карточки големов. Это будет, например, мой голем красный, а бот у меня будет синий. То есть вы также выбираете каким видом будет играть ваш соперник. Также мы берем для нашего игрока. Ну вот я красный. Карточки удачи перемешиваем для счетчика раундов. А для бота, у нас он синий, мы берем вот такую карту удачи. Здесь показано какие команды он может выполнять и чтобы было понятно какой цвет у этого бота, мы кладем рядом с карточкой с карты голема. Так далее нам понадобится кубик, бот у нас управляется искусственным интеллектом на основе кубика. Игровое поле. Формируете также само поле. Можете поставить бочки, поставить стены, поставить воду и играем как обычно. То есть сейчас я покажу как играть в самом простой режиме. Так давайте рассмотрим режим, который описан в правилах. То есть бот выполняет команды также построчно параллельно с вами. То есть в нашем случае мы начинаем раунд. Смотрим, что у нас есть бонус карты. Ну для упрощения я не буду их использовать. Буду использовать обычные команды. Так нам можно было использовать либо цикл, либо условия, либо цикл с предусловием. Поэтому предположим я выполняю вот такую программу для себя. Так я хочу повернуть налево. Так я играю один. Карты закрывать не надо. Бот их не увидит в любом случае. Чуть подвинем карты. Так я поворот налево. Дальше я схожу вперед. Дальше я снова схожу вперед. Так у меня стена идти некуда. Так эти карты наверное еще больше сюда подвинем. Тут лезло. И команда последняя которая будет. Так я поверну налево. Вперед вперед и поверну направо. Поворот вправо. Теперь мы начинаем просчитывать нашу программу. Ну можно карты повернуть для того, чтобы было проще вам их просчитывать. Чтобы вы не запутались на какой строке вы находитесь. То есть ну первая карта открываем. Поворот влево. Какая команда боты? Кидаем кубик. Смотрим. 5. Смотрим на карточку. 5. Защита. Вот бот просто стоит и защищается. А я поворачиваюсь влево. Следующая моя команда. Вперед. Кидаем кубик для бота. 4. По карточке 4. Поворот вправо. То есть бот поворачивается вправо. Выходите вперед. Следующая моя команда будет вперед. А у бота 6. Удар. Бот бьет по стене. А вы перемещаете снова вперед. И последняя команда, которая у меня есть. Поворот вправо. У бота выпадает двоечка. Двоечка это назад. То есть бот отходит назад. Так. Все. Раунд закончился. Я забираю свои карты команд. Беру следующую карту удачи. Я могу использовать условия, к примеру. И также выкладываю программу. Так. Ну сейчас я выложу слепую, чтобы было интересней. Так. Ну я сейчас. Я выкладываю вот такую программу. Так. Одна карта. Вторая карта. Третья карта. И четвертая карта. Положим вот таким вот образом. И также начинаем исполнять. То есть у бота будет 4. Поворот вправо. У меня будет вперед. То есть бот поворачивается вправо. Я двигаюсь вперед и сдвигаю бочку. Следующая команда. У бота будет 3. Поворот влево. Вот уже интересней становится. У меня бот удар. У меня плюс 1 на следующую программу. Так. Следующий будет. У бота будет 4. Поворот вправо. Вот. То есть вправо это вот сюда. А у меня будет поворот вправо. Вот я тоже ошибся немножко в программе. Поэтому следующая команда у меня будет бессмысленна. Так. У бота выпадает 3. Что означает поворот влево. А у меня будет удар по стене. Вот. Таким образом идет раунд за раундом. Ну. Карточки я забираю. Теперь мы смотрим следующий раунд. Третий. У меня мог бы быть цикл. Как я сказал, я его использовать не буду. У меня плюс 1. Я выкладываю 5 команд. Бот у нас стоит и ждет своего броска кубика. Так. И я выкладываю следующую программу. Тут надо немножко полмнее быть. Поворот влево. Ну. Я рискнул. Попробую рискнуть. У меня 5 команд. Поэтому. Считаю. И вот такой вот. Все. Я выложил 5 команд. Сейчас еще подвину карту, чтобы их было видно на экране. И начинаем играть. То есть. Первый ход бота. 4. Смотрим. Поворот вправо. Бот хитро. Он отвернулся. А у меня поворот влево. Следующая команда бота. 2. Назад. Он не может. Там стена. Я хожу вперед. Следующая команда бота. Будет 3. И. 3. Это поворот влево. А у меня. Поворот вправо. Вот здесь. Опять же. Начинает действовать правило ботов. Правило бота простое. Если бот видит перед собой на клетке другого голема. Он автоматически по нему ударяет. Все. У меня удар. Причем ударяет он постоянно. То есть. Пока я стою на этой клетке. И пока бот находится ко мне лицом. То есть. Я получаю одно повреждение. Следующий ход. У бота выпадает 4. Поворот вправо. А у меня стоит защита. Все. Ну. Защищаться мне ни от кого. И. Последний ход. У бота выпадает 3. Поворот влево. Он опять поворачивает ко мне лицом. А у меня идет удар по нему. То есть. Вот карта удара. То есть. Получается. И я и бот друг по другу ударяем. Вот таким образом играем с ботами. Как видно. Здесь они не шибко умные. Подчиняется все слепому рандому. Поэтому. Можно добавить специальную карту. Карту ботов. Вот давайте в следующем раунде. Я попробую добавить эту карту. И. Сыграть уже с ней. То есть. Карты. Программ для ботов. Они. Вот есть. Такого вида. Видите. Вот здесь. Одна карта. Есть. Вторая карта. Ну. Я. Давайте вот такую вот возьму карту. То есть. Здесь можно. Со взглядом. Смотреть. Насколько видит бот. Видит противника. Дальность взгляда на 3 клетки. А здесь. Он проверяет. Есть ли препятствия перед ним. Давайте попробуем. Бот. Который видит противника. Лучше. Вот. На. То есть. Бот видит на 3 клетки. Здесь. Как видите. Условия. То есть. Видит ли он противника или нет. И по нему уже определяет свои действия. То есть. Мы ее дополняем. Вот. В карте. Бросков кубика. Так. Ну. Давайте попробуем еще один раунд. Попробую я выжить. У меня осталась одна жизнь. Так как големы с мечом у нас 3 жизни берут. И. Начнем раунд. Начинаем раунд. Но. Шансов. Как скажу. У меня нет. Почему. Смотрите. То есть. У меня. Ход у бота. Вот. Предложим. Упадает 2. У него. Но. Смотрим по программе. Вижу противника. Видит. Да. Он еще на 3 клетке может видеть. Идем по стрелочке. Удар возможен. Да. Он может по мне ударить. Что он может сделать. Он выполняет удар. У меня защита. Ладно. Я защитился от следующего хода. То есть. Следующий ход. Можно кубик даже не кидать. Потому что надо вначале смотреть программу. Опять же. По этой стрелочке. Удар. У меня защита. Дальше. У него удар. У меня удар. И все. Получается. Я получаю одно повреждение. Он также получает второе повреждение. Но. Я уже проиграл. То есть. Получается. Все. Я проиграл. А у него еще одна жизнь осталась. Ну. Давайте я перестрою игровое поле. И попробуем сыграть сначала. Вот тот же самый уровень. Но. Уже с картами ботов. И я немножко возьму другую карту. С препятствием. Покажу. Как интереснее получается играть. Если есть карта команд для ботов. То есть. Мы начинаем играть с теми же начальными условиями. Я также выкладываю. Беру начальник карты удачи. То есть. Еще чек раунда. Ну. У меня опять цикл. И его использовать. Наверное. В этот раз уже использую. Потому что. Бот достаточно серьезный противник. С программой. И программу мы перевернем на вот эту сторону. Так. Я также выкладываю команды для своего робота. То есть первый раунд. Я выкладываю команды. Я могу использовать бонус карту цикла. Я ее хочу использовать. Сейчас я ее найду. Это повтор два раза. Так. Я поэтому выложил. Следующая команда. И здесь я попробую сделать вот таким вот образом. Видите. Я использую карту цикла. Поэтому у меня пять карт. Будет. И попробую после этого сходить еще. Вот так. Все. У меня пять карт. И мы начинаем игру. Так. Ну. Смотрим. Что у нас у бота получается. То есть у него есть препятствия. Да. Удар возможен. Да. Значит вот бот будет ударять. У меня будет вперед. То есть я сдвигаю бочку. Так как здесь никого нет за бочкой. Она двигается. А бот ударяет по бочке. Получает восстановление. У него нету повреждения. Поэтому восстановление уходит впустую. Следующий. Опять. Следующая команда. Смотрим. Есть препятствия перед ним. Нету. Значит он идет просто вперед. То есть двигается сюда. Я же. Выполняю удар по бочке. И. Ну. Пустая бочка. То есть ничего нет. Далее. Есть препятствия. Нету. Просто идем вперед. У меня получается повтор два раза. Я два раза ударяю вот по этой клетке. То есть там никого нет. Так. И последнее. Есть препятствия. Да. То есть он дошел до края стены. Удар возможен. По краю бить нельзя. Бить можно только по бочке. Либо по голему. Значит мы что делаем. Кидаем кубик. Кинули кубик. Получили шесть. Опять удар. Ну. Пускай ударяет по стене. У меня получается. Вперед. Все. Следующий раунд. Если я играл бы с логикой. Было бы логическое условие. И. У меня ничего нет. Поэтому просто. Не использую карты бонуса в этом раунде. Также забираю все карты. Назад. И выкладываю программу для своего робота. Ну. Нам надо хитро к нему подобраться. Опять вспоминаем. Что бот бьет перед собой. Поэтому подбираться конечно лучше сзади. Но мы рискнем немножечко по другому с ним поиграть. Так. Мы сделаем такую карту. Сделаем такую карту. Сделаем такую карту. И такую. Все. Мы выложили программу. Начинаем играть. Опять же смотрим у бота. У него перед ним препятствие. Мы упоминаем если удар невозможен. Набросит кубик. Бросаем кубик. Один. Вперед. Ну. Никуда он не пойдет. Я. Хожу назад. Следующий ход опять у бота. Надо бросить кубик. У нас он стоит на месте. Получаем 2. Смотрим 2. Это назад. Он отходит назад. Я двигаюсь так же назад. Мы бросаем снова кубик. А вот надо проверить. Нет. У нас есть препятствия. Нет. Бот опять двигается вперед. Ну. Не очень он умный получается. Вот с этой карты команд. Он двигается только вперед. Но его поведение достаточно предсказуемое. И вы можете применять эти паттерны поведения. Просчитывать. Чтобы играть вашим роботом. То есть он подвинулся вперед. А я поворачиваюсь влево. Так. Опять же. Уперся в препятствие. Удар невозможен. Мы кидаем кубик. 5. Он ушел в защиту. Я ударяю по пустой клетке. Все. Раунд закончился. И мы переходим к следующему раунду. Так. Бонус карта позволяет нам использовать. Цикл с предусловием. Либо. Можно использовать и цикл. Или по условию. То есть она универсальная. Выкладываем опять программу для своего голема. Здесь можно попытаться победить. Прямо сейчас. Для этого мы хитрее немножечко поступим. Надеюсь мы сейчас боту нанесем поражение. Так. Вот я выложил карты. И начинаем ход. То есть бот опять упирается. Нам нужно бросить кубик. Посмотреть куда он пойдет по программе. 4. Поворот вправо. То есть он поворачивается вот в эту сторону. А мы двигаемся вперед. Так. Следующая команда. У меня бот удар. Бот опять упирается в стену. То есть если брать по программе. У него надо кинуть кубик. Посмотреть что будет. 6. Он ударяет по стене. Я ударяю по боту. И ему наносим поражение. Бот также уперся в стену. Я на всякий случай взял защиту. Вдруг он ко мне бы лицом повернулся. Бросаем кубик. 5. У него защита. У меня защита. И следующий ход. Удар. У бота. 6. Удар. Но он ударяет опять по стене. Я ему наношу второе поражение. Вот таким образом можно играть с картами команд. Решайте сами с ними интереснее будут играть. Либо не интереснее. Но они снижают рандом. И можно сказать делать их чуть-чуть умнее. Но в некоторых случаях их глупее. Также вы можете играть не с одним ботом. А с двумя. То есть вы также выкладываете дополнительную карту. Предположим, вот такую секиры для бота. Берете, чтобы не запутаться. Чтобы не запутаться. Вы берете другой цвет тех же карт удачи. То есть ищите другой паттерн. Давайте я зелененького возьму. То есть берете такую же карту. То есть вложите туда вот. Кладете боти сюда. Вот у вас зеленый игрок. Размещаете игрока. Также можете поставить ему второму игроку карту команд. Предположим, что я возьму. Такую со взглядом. Это будет для этого бота. И ставите игрока на поле. Давайте я возьму зелененького и сюда поставлю. Все, давайте сыграем на троих. То есть следующий раунд. Предположим на троих. То есть как просчитывать ботов, если их три штуки. Также я начинаю игру. Я решаю, что вот этого бота нам нужно уже добить. Он почти выведен из строя. Выкладываю такую программу. А дальше у меня немножко будет сложнее играть. Я не знаю, куда мне пойдет зеленый. Так, я сделаю таким вот. Вот такую программу. И на всякий случай вот так. Все. Давайте теперь просчитаем игровые ходы для случая, когда у нас два бота в игре. То есть у меня ход удар. Синий бот у нас уперся в стену. Мы кидаем кубик. Четыре. То есть он у нас повернется вправо. Вправо это в нашем случае вот сюда. Что делать зеленый? Смотрим по программе. Видит противника? Нет. Значит мы кидаем кубика. Кубик кидаем. Пять. Пять это защита. Зеленый ходит в защиту. Удар по синему. Он получает повреждение. И выходит из строя. Из игры. Так, следующий ход. У меня поворот вправо. Так, у нас синий уже вышел из игры. Мы просчитываем зеленого. Зеленый видит противника? Нет, не видит. Противник только голем. Значит кидаем кубик. Один. Один у нас вперед. То есть он ходит вперед, а я поворачиваюсь вправо. Следующий ход. У меня снова поворот вправо. Зеленый не видит противника, поэтому кидает кубик. Шесть. Шесть. Это удар. Он ударяет по стене, а я поворачиваюсь вправо. И следующий ход. У меня получается удар. А у зеленого он не видит противника. Вперед. Он опять упирается в стену и получает удар по себе. Так, ну и давайте еще один раунд сыграем, чтобы и зеленого противника победить. И было интересней. Так, ну и так же выкладываю я программу для нашего красного голема. Так, ну здесь. Так, вот таким вот образом сделаем. Опять не забываем, ударов у нас всего две штуки, и поэтому есть шанс, что мы можем и проиграть. Даже имея такое хорошее преимущество. Так, начинаем игру. Опять зеленый. Он не видит противника, мы кидаем кубик. Вот выпадает четыре. Четыре, это поворот вправо. А у меня стоит удар. То есть он поворачивается, я ударяю. Следующий ход. Следующий ход. Видит противника, да. Удар возможен, да. Но у него автоматически здесь удар даже по программе выходит. И у меня удар. Все. Друг по другу ударяем. У меня два повреждения. А у него секиры, он вышел из строя. Второе. Второй. Вторую. Подстанк.